На этих кадрах задержание 26-летнего Александра Степанова. Молодой человек трудился в минсельхозе в должности консультанта управления развития отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно его полицейские взяли с поличным, когда он получил 700 тысяч рублей. Остаток той суммы, которую он с коллегой попросил за свои услуги. История мошенничества началась еще в 2014 году. По данным следствия, за вознаграждение в 3 миллиона рублей чиновники пообещали бизнесмену посодействовать в получении гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Сумма гранта Якова должна была составить 10 миллионов. Бизнесмена молодые люди попросту обманули. К отделу министерства, который занимается распределением грантов безвозмездного субсидирования, они не имели никакого отношения. И вряд ли, по версии следствия, смогли бы исполнить свое обещание. В суде второй подозреваемый Антон Скоротович не рад вниманию прессы. Свою причастность к преступлению он полностью отрицает. А вот его коллега Александр Степанов во всем признался и начал сотрудничать со следствием. Преступление особо тяжкое, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет. Следствие вышло с ходатайством об избрании в отношении одного из подозреваемых мероприщений в виде ареста и второго мероприщения в виде домашнего ареста. По решению суда, под домашним арестом ближайшие два месяца проведет Степанов, а Скоротовичу придется дожидаться суда в СИЗО. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.